Более 7 тысяч военнослужащих в Центральном военном округе были сегодня подняты по тревоге. Это первая за долгое время внезапная проверка боеготовности, проведенная Генштабом по указанию министра обороны. С подробностями Сергей Гапонов. Таких масштабных проверок боеготовности войск Центрального военного округа Генштаб не проводил 20 лет. Сигнал тревоги прозвучал рано утром. С этого момента в течение нескольких часов части подразделения должны быть готовы к ведению боевых действий. Сегодня утром подняли по тревоге, пришли в полк, сели в машину, завели, выехали, на аэродром приехали и сообщили нам, что летим сюда, в Челябинск. Это военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка, который дислоцируется в Иваново. Один из нескольких сотен солдат и офицеров-десантников, совершивших бросок на полигон Чебаркуль. С момента поступления команды в установленные нормативными документами время полк, батальонная тактическая группа усиленная, была поднята по тревоге. Вышла на аэродром, осуществила погрузку, в установленные сроки осуществила перевозку в назначенный район. Среди военнослужащих 217-го полка, совершивших сегодня стремительный бросок на восток, около 30% молодых солдат, призванных на срочную службу осенью прошлого года. Но они наравне с контрактниками успешно справились со своей задачей. Сразу после посадки под Челябинском солдаты делятся своими впечатлениями от полета. Всю дорогу я не спал, смотрел в иллюминатор, любовался ночным городом, дорогой. Смотрел на своих товарищей боевых, как нервничают. Я нервничал даже. Всего же в сегодняшних учениях принимают участие более 7 тысяч военнослужащих и несколько сотен единиц боевой техники разных родов войск и видов вооруженных сил. По приказу министра обороны Сергея Шойгу, теперь такие проверки уровня боеготовности и боеспособности войск должны стать регулярными. Сергей Гапонов, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok